Война будет продолжительной. Шольц призвал готовиться к слишком долгой войне РФ против Украины. Он не видит признаков того, что Кремль прекратит войну и выведет войска. Также о долгой войне заявил генсек НАТО Столтенберг. Как бы вы вот это прокомментировали с учетом того, что вопрос простой. Если, ну вот, критикуешь, предлагай. Да, война будет длительной, допустим. Что дальше? Давайте начнем по поводу длительности. Исходить нужно, исходить из анализа, простого анализа действий российской власти. Для нее прекратить войну и отступить на рубежи даже начала полномасштабного нападения на Украину, это признать свое поражение. И в заметной степени это может оказаться смерти подобно чуть ли не лично для Путина и лично для власти. Поэтому пока обстоятельства Путина не вынуждают, в буквальном смысле физически не вынуждают это сделать, он склонен продолжать войну. А что значит физически вынуждают? Это исчерпание ресурсов для войны, это такие потери и такие поражения на линии фронта, когда продолжать себе дороже. Ну или наконец это какой-нибудь условный дворцовый переворот, революция и тому подобное. Что-то вроде мы видели во время мятежа Пригожина, но такие вещи не прогнозируются, и они в любом случае сейчас не на горизонте. Россия далека от полного поражения, как можно это видеть, и от полного исчерпания ресурсов. Надо смотреть правде в глаза. Она может продолжать войну в обозримой перспективе, безусловно. А для нее иной выход для российской власти, как уже мы сказали, он очень плохой. Теперь еще один важный момент. Путин ждет выборов в Соединенных Штатах. Его очень, конечно, я думаю, что Кремль очень рад тем дискуссиям, которые ведутся на Западе по поводу война зашла в тупик, а стоит ли сильно помогать, а надо бы склонить Украину к переговорам. Безусловно, это его стимулирует, это надо понимать. Он чувствует, что есть шанс додавить западное общественное мнение до того, чтобы оно уже давило на Украину очень серьезно, или хотя бы снизило масштабы помощи. То есть насколько он прав, это второй вопрос. Скорее всего, он не прав, я полагаю, но чувствует вот этот шанс, он безусловно. Второй момент, он, конечно же, рассчитывает на то, что в какой-то мере, что и украинское общество устанет от войны и будет более сговорчивым. И в любом случае у него есть президентские выборы в США, а это на минутку через год. И этот год, безусловно, он попытается, не безусловно, но шансы очень велики, что он попытается до этих выборов дождаться. Если вдруг после выборов в США ситуация политическая, как Путин думает, изменится резко в его пользу, это то, на что стоило сделать ставку, и, видимо, на это ставка делается. А вот если выборы окажутся, неважно, даже если победит республиканский кандидат, либо тем более демократический, но по результатам выборов, я думаю, и той ситуации на фронте, которая сложится к тому времени, в Кремле будут делать выводы. И так мне это видится ситуация, если не будет каких-то очень неожиданных сюрпризов. А что делать, это уже обращение к западным лидерам, в том числе Шольца, которого процитировали. Ну, насколько я понимаю, они как раз, в общем-то, косвенно отвечают на свой вопрос. Война может быть длительной, нам нужно к этому готовиться, то есть как с точки зрения собственной, так и с точки зрения помощи Украине. Это не подразумевает, когда Шольц говорит, что война длительная, понимает, что на Украину махнем рукой и далее продолжаем. Нет, подразумевается, что должны быть готовы оказывать помощь. От себя можно добавить, что было бы более правильным решением для Запада увеличить масштабы помощи. Ведь даже когда помощь оказывается в тех размерах, чтобы, ну, как принято говорить, чтобы Украина не проиграла, чтобы Украина хорошо держалась, это же в какой-то мере продлевает войну. То есть и тогда ту же самую помощь, причем в очень больших объемах, придется оказывать все то время, пока война продолжается, пока Украина держится. Если бы помощь оказывалась больше, то есть, скажем так, приближалась победа в какой-то мере, и Украина не то чтобы держалась, а имела те или иные успехи, то ведь, да, объем бы получился больше в краткосрочной перспективе, но были бы шансы сократить войну. Еще иди, знай, чтобы, если сравнить размеры помощи, такой усиленный, но более короткий период, или не усиленный, но растянутый, чтобы еще окажется больше. Это чисто с точки зрения материальной, и в том числе со стратегической точки зрения, важнее, чтобы Украина добивалась успехов, насколько это возможно, на поле боя. Но здесь выбор политического решения, естественно, за этими лидерами, и они, надо понимать, и реалполитик тоже, они учитывают и другой фактор, которого по их раскладам никак не избежать, это опасение той самой эскалации с Россией, когда слишком большая помощь может подвигнуть Россию, так они считают, на некие резкие шаги. Которые приведут к повышению рисков войны с Россией уже, которое ядерное государство, ну и так далее, и так далее. Все понимают. Ну и, конечно же, есть у них еще и внутриполитический фактор, и сегодня мы являемся свидетелями того, что Украина в какой-то мере оказалась заложником внутриполитических споров Соединенных Штатов. А на что помощь, а за что? И ведь принцип работы оппозиции во многих государствах, во многих государствах он таков же. Что бы делала, не делала власть, даже если она делает правильно, с этим нужно в той или иной степени спорить, либо спорить очень серьезно. И вот этот яркий пример, когда многие даже политики, которые на самом деле считают правильной помощь Украины, считают также правильным вставлять палки в колеса со многим действиями администрации Байдена. Что тут сказать? За политиками Запада, за ними последнее слово. И они, несмотря на все эти разговоры, которые идут к склонению к компромиссу, от политики поддержки Украины в больших масштабах не отказывались. Естественно, со всех точек зрения, я говорю, и моральной, и сугубо политико-стратегической, было бы правильно эту помощь максимализировать военную, дабы, что называется, удовольствие не продлевать. Но они выбирают.